Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале, всех приветствую на нашей школе будущего. В этом видеоматериале, продолжая рубрику «Царская кухня», хочу поговорить с вами о зверях. И больше всего этот, наверное, видеоматериал направлен на охотников, потому что именно они любят всевозможных зверушек. Но есть такой закон, который запрещает убивать зверей четвероногих, которые ходят на лапах. Они нечисты для нас. Ну, мне бы хотелось еще зачитать одну цитату. Вот что нечисто для вас – крот и мыши. Но я думаю, что кротом и мышами не обойдется. Потому что если обратиться к систематике, то вы поймете, что достаточно много таких животных. Итак, класс млекопитающие имеет подкласс зверя. Подкласс зверя имеет уже всевозможные отряды. Отряд обезьян, отряд полуобезьян, отряд зайцеобразный, отряд безунов, отряд и хищников. Ну, нас интересуют в первую очередь, конечно, естественно, зайцеобразные. И помимо зайчиков еще нельзя кушать кроликов. И несмотря на то, что на зайцах очень много клещей в лесу, их все равно уничтожают. Следующий отряд – это отряд грызуны. К нему относятся мыши, крысы. Ну, об этом отряде, я думаю, что смысла нет речь вести. Просто-напросто вы должны понять, что мы должны избавиться от грызунов. Ни в коем случае кушать их не должны. Отряд хищники. Отряд хищники имеет два подотряда. Подотряд кошачий и подотряд собачий. Я сейчас перечислю частично животных, которые относятся к этим отрядам. Итак, к собачьим или к собакам относятся у нас лисы, волки. А вот к кошкам относятся тигры, львы, пантеры. Ну, еще есть одно животное, о котором нужно помнить – это медведь. К сожалению, даже медведи у нас уничтожаются, поскольку народу кушать нечего. Поэтому целыми семьями люди вымирают и целыми свадьбами погибают. Поэтому нужно с осторожностью относиться к медвежьему мясу и не забывать вот эту заповедь, что из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, они нечисты для вас. На этом все. Всего вам добра.